Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре внедорожник Toyota Fortuner. На видео автомобиль в комплектации Prestige с дизельным мотором объёмом 2,8 литра, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля серый металлик. Внизу дверей установлены подножки для удобства входа и выхода в автомобиль. Диски литые 18-дюймовые, с шинами размерностью 265х60. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Запасное колесо расположено под автомобилем. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Боковые зеркала окрашены в цвет кузова, а ручки дверей с хромированной отделкой. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащён системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в тёмных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений кожаная. Водительское сидение оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сидение можно двигать вперёд и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Память электропривода сидения не предусмотрена. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Панель приборов аналоговая с белой подсветкой. Посередине расположен многофункциональный дисплей. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащён светодиодными фарами. Передние противотуманные фары светодиодные. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стёкла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 225 мм. Задние фонари светодиодные. Задние противотуманки расположены по бокам в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. Кнопки системы электроскладывания боковых зеркал. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. Блок управления передними и сторонами. И задними электростеклоподъёмниками. Все стеклоподъёмники с доводчиками. Кнопка включения парктроников. Кнопка включения дополнительного отопителя салона. Кнопка прожига сажевого фильтра. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимый на многофункциональный дисплей. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, данные мультимедийной системы или телефона, информацию о давлении в шинах и настройке автомобиля. Управление круиз-контролем осуществляется с помощью доп. Дополнительного подрулевого переключателя. Дефлекторы системы вентиляции расположены сверху в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 8 дюймов. В составе акустической системы 6 динамиков. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через разъемы USB. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или дрэков и управление мобильным телефоном. Встроенная навигационная система не предусмотрена. На дисплей мультимедийки можно вывести информацию бортового компьютера. Климат-контроль двухзонный. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Кнопки регулировки интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры с водительской стороны. Правая шайба отвечает за регулировку температуры с пассажирской стороны. Кнопка «Дуал» синхронизирует передние зоны климат-контроля. Кнопка выбора направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка «АЦ» отвечает за включение кондиционера. Кнопка «АЦ» включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка «АЦ» включения обогрева руля. Кнопки «АЦ» подогрева передних сидений. Подогрев однорежимный. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. В потолочной консоли предусмотрен очечник. Салонное зеркало оснащено функцией автоматического затемнения. На потолке расположена кнопка системы «Эра ГЛОНАСС». Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Подстаканники расположены в нише с крышкой. Перед рычагом коробки передач предусмотрена розетка на 12 Вольт и USB-разъем. Основной бардачок с подсветкой отделан пластиком. Сверху предусмотрен дополнительный бардачок. В нем предусмотрено охлаждение. Слева от руля предусмотрен выдвижной подстаканник. Переключатель режима работы системы полного привода. Предусмотрено три режима. Заднеприводный режим, полноприводный режим и полноприводный режим с понижающей передачей. Индикация выбранного режима отображается на панели приборов. Кнопка системы помощи при движении по склону. Кнопка включения блокировки заднего дифференциала. Кнопка отключения системы стабилизации. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами «Эко», «Нормал» или «Спорт». Выбранный режим движения отображается на приборной панели. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая шестиступенчатая. При включении задней передачи активируются парктроники и камера заднего вида. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Во втором ряду предусмотрено три места. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Сиденье второго ряда с центральным подлокотником. В нем предусмотрены выдвижные подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы и крючки для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрена розетка на 12 вольт. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью находится ручка с крючком. В потолке предусмотрены дополнительные дефлекторы системы вентиляции и блок управления дополнительным отопителем салона. Продолжение следует... Теперь перейдем к осмотру третьего ряда сидений. Для доступа на третий ряд необходимо отодвинуть кресло второго ряда. В третьем ряду предусмотрено два индивидуальных кресла. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 297 литров. В левой боковине багажника предусмотрена ниша с инструментом. Для сложения сидений третьего ряда необходимо потянуть за петлю. Сидения третьего ряда складываются в соотношении 50 на 50. Сидения поднимаются вертикально вбок. При сложении сидений третьего ряда объем багажника составляет 620 литров. Для сложения сидений второго ряда необходимо потянуть за рычаг. Сидения встают в вертикальное положение. Сидения второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется ступенька. При сложенных сидениях объем багажника составляет 1950 литров. Крышка багажника оснащена электроприводом. Ключок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 80 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, дизельный, четырехцилиндровый, объемом 2,8 литра с отдачей 200 л.с. Мы с вами осмотрели внедорожник Toyota Fortuner в комплектации Prestige с дизельным двигателем объемом 2,8 литра с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Toyota Center Шереметьево. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч!